Слышите музыку? Всем привет! Мы начинаем с вами новый влог. Сегодня 2 сентября, у школьников линейка. И дело в том, что я была, девчонки, в отъезде. И поэтому приехать в свою любимую квартиру для меня это прям... Видите, я стою тут еще и даже не разделась. Вот, это очень классно, блин. Такой настроенице прям. Слышите? Ой, господи. Про семью что-то говорят. Короче, крутая здесь вообще атмосфера. Ой, так рада. В общем-то, добро пожаловать в новый влог. Мы с вами начинаем. Кстати, у меня на кухне прям такой какой-то минимализм стал, да? Я вот имею в виду, шторы я так и не повесила. И вешать их, в принципе, не хочу. Девчонки, вот правда, комфортно мне так, без штор. Я вам клянусь, без штор для меня прям каль. И сюда их вешать не хочу. Я заказала на Яндекс.Маркете шторы вот сюда. Вот, другие. Плед другой. Ну все, покажу вам обязательно. Это у меня глажка осталась. Ну то есть я не погладила, тенела с этой вешалки. Да, и все. Ой, авторские права не будет? Хотя какие авторские права? Вот. И смотрите. Сняла, чтобы не пылилась. И могу сказать так, что тут у меня стояла лампа, но я, скорее всего, скоро верну. Потому что она мне все равно нужна. Я почему-то ее брала. Вот здесь я ее перебрала, по-другому сделала немножко. И что? Сейчас выпью кофе. Вот. И водочку. Акваминераль газированная. Пипец, представляете? В других местах вот акваминераль, даже в других городах. Краснодар, эта вода, блин, стоит на 30 рублей дороже. Офигеть вообще. Ладно. Это все лирика. Ну то есть я здесь в городах цены отличаются. И что? Сейчас нанесла эпилинг. Знаете, какой? Таше. Сейчас покажу, какой. Сейчас, секунду. Вот этот. Он у меня как раз закончился. Сейчас я выкину и покажу вам. В общем, это пилинг-шампунь. Он у меня не выдавливался. Его, он очень густую консистенцию имеет. Я туда, девчонки, водички. Прям буквально чуть-чуть. Децл прям. Вот так растрясла ее. Вспенила. Нанесла. Сейчас по проборам. Такой охлаждающий классный эффект. В общем, пилинг-то достойный. И причем у него соотношение цены к качеству отличное. Не все у бренда Таше классное. Есть маска у них. Блин, она у меня есть? Нет, она у меня кончилась. Вот, она хорошая. Есть у них вот этот пилинг хороший. Но вот маска другая, который филер. Мне не понравилось, честно говоря. Ладно. Сейчас я это выброшу. Сейчас это положено, чтобы вам показать. Выпью кофейку. И все, пойдут по своим делам. Потом будем с вами делать очень вкусный обед-ужин. Это будет у нас с вами картошечка в аэрогриле. И селедочка. Да, картошку с селедкой. Прям захотелось. То мне вот это все уже шашлыки, мышцы поднадоело, если честно. Вот. Да. Продолжаем с вами влог. Девчонки оформила заказ в магазине подружка с доставкой от Купера. Так как много чего закончилось из уходовых средств. И, если честно, хотелось попробовать что-то новенькое. Также не могу не поделиться с вами тем, что Купер сейчас дарит промо-коды для самых выгодных покупок косметики и не только. Которые вы можете найти в описании к этому видео. Ну и давайте я покажу, что я купила. Итак, смотрите, значит, как мне доставили. Это все фирменный пакет подружки. И давайте же смотреть. Ага. Первое, что я взяла, у меня кожа на самом деле очень-очень высохла. И поэтому я взяла себе увлажняющую питательную маску от Organic Kitchen. Это на самом деле один из самых любимых брендов моей мамы. Ей очень нравятся эти майонезные упаковки. И поэтому по ее рекомендациям, по ее каким-то отзывам, я решила взять себе вот такую увлажняющую. Это натуральная увлажняющая аквамаска для лица. Насыщение влагой 72 часа. Органический сок огурца. Экстракт чайота и масло льна. Это домашний спа. Вот такой у нас с вами продукт. Далее. Сейчас подозвину. Далее еще одна масочка. Вот это, кстати, любимка моей мамы. Это у нас с вами натуральная питательная биомаска для лица. Супер мягкость и комфорт. Мягкость банана. Органическое миндальное молоко. Масло розового персика. Дальше. Вам видно? О, вот это я очень хотела попробовать. И посмотрите, какие шикарные упаковки. Это мастиш, если правильно я называю, мастиш профессионал. Когда-то давно я брала у них то ли уход был, состоящий из бальзама и маски. Ой, бальзама и шампуня. Ну, в общем, не помню. Я в проб магазина брала. А это увидела в подружке по хорошим ценам и хороший миллилитраж. Смотрите, здесь 400 миллилитров и упаковка наишикарнейшая. Это, насколько я помню, это белорусский бренд. Значит, смотрите, маска, реконструктор, восстановление и ламинирование с кератином и аминокислотами. Восстанавливают на молекулярном уровне, защищают фолликулы от окислительного стресса. Ага, интенсивно питает, предотвращает ломкость и мывывание пигмента. Значит, смотрите, да, по-моему, да-да-да-да-да, Беларусь, как я и сказала. Вот Беларусь. Вот такой вот продукт. У них там есть и пилинги, и шампунь, и кондиционеры, и маски. Приятненько так пахнет. Еле уловимая такая душка косметическая. Также от этого бренда, Мастиш, я взяла себе пилинг. У меня, видели, закончился. Ну, я недолго думаю, надо еще. Потому что я без него, если честно, жить не могу. Если вы ни разу не пробовали пилинги для кожи головы и не вводили их в регулярный уход за волосами и за кожей головы в целом, то я вам настоятельно рекомендую хоть раз попробовать. Во-первых, для чего нужны пилинги? Это отличное дополнительное очищение вашей кожи головы, я имею в виду, вашей кожи волос. Это продление свежести. Это отшелушивание. Это насыщение ваших волосяных фолликул кислородом. В общем, отличный, на самом деле, отличный пункт в уходе за волосами. Итак, взяла я вот такой вот. Это у нас с вами пилинг-эксфолиант для кожи головы, кислотное и механическое очищение. Как я поняла, он на основе кислот. И также у него должны быть какие-то скрабирующие частички. Попробую, обязательно расскажу. И смотрите, тоже от белорусского производителя, от Vitex. Я что-то как-то мимо всегда ходила этой маски. Смотрите, бальзам-маска и несмываемый уход. Но я все-таки думаю, что только два пункта сюда подходят. Я мимо нее проходила, постоянно думала, надо взять, надо взять. Вот посмотрела, была очень выгодная цена, поэтому решила купить. Значит, смотрите, тут 450 миллилитров, зафольгирована вся вот эта история. Так, через упаковку активно пахнет манго. Причем таким натуральным манго. Это что у нас с вами? Маска 3 в 1 возрождающая для тусклых и окрашенных волос. Сейчас, девчонки, как я и сказала, три способа применения. Облегчает защиту цвета до 10 недель, восстанавливает и усиливает блеск, облегчает расчесывание. Попробуем. Так, а что у меня здесь еще есть? А, я взяла вот такие салфетки для снятия макияжа. Девчонки, на пробу в сумочку с собой. Потому что бывает, я ночую не дома, а макияж мне нужно снять. И пинцет. Пинцет я взяла. Мой пинцет жутко затупился. И он не точится, к сожалению. И я взяла вот такой вот. Это азиатское качество. Так. Корея, корея. Вот корейское качество. А у них очень классные, девчонки, щипчики для кутикулы. У них очень классные у этого бренда. Очень классные у них, господи, как они называются, для бога памяти, щипчики, ножнички. Еще что-то у них классное есть. Ну, в общем, корейское качество, оно служит долго. Я взяла вот такой вот пинцетик. Видите, у него какие острые края. И вот такая удобная ручка. Видите? То есть не вся вот такая, а вот тут вот удобно будет держать. В общем, пинцет взяла. И совсем недавно я еще брала, сейчас покажу. Вот эти три продукта. Это у нас с вами бренд Мирола. У меня была проблема, и до сих пор она есть, с выпадением волос. И, в общем, я взяла попробовать себе никотиновый шампунь. Вот такой от бренда Мирола. Кстати, на него очень неплохая стоимость подружки. Если учесть, что в аптеках он стоит, ну, процентов на 30 он дороже, а то и на 40. В общем, он действительно пахнет никотиновой кислотой. Он не делает эту аллергическую реакцию, как бывает от никотинки. Но он плохо промывает волосы. Поэтому я рекомендую сначала промыть обычным шампунем, смыть все вот эти вот загрязнения. И потом дополнительно вот этот шампунь нанести. И немножечко ему дать время поработать. Тогда будет классный эффект. И вообще шампунь действительно имеет место быть на регулярной основе. То есть раз-два раза в неделю промывать, оставлять на минуточку буквально. Он хорошо работает. И вот такое средство я бралась тоже от бренда Мирола. Это янтарная кислота. Он идет, этот продукт, как бальзам. Ну, что-то типа того. Видите, как выглядит. Как водичка вот такая. Вы берете, поливаете. Кстати, нигде, кроме подружки, я этот продукт и не видела. Теперь поливаете волосы, как типа для миллиардной водой, что-то типа того. Массажируете тоже, оставляете на некоторое время. Ну, там сколько можете, минутку-две. И смываете. Кондиционирует неплохо на троечку. Но, тем не менее, если у вас не сильно поврежденные волосы, вам будет достаточно этого кондиционирования. Но вот в комбо работают неплохо. И взяла я у них никотиновую кислоту тоже Мирола. Вот такое. Вот она, кстати, не вызвала у меня ни аллергии, ничего. Тут у нас с вами удобный носик. Шла она в коробочке. Вот такой носик. Распределяете. В общем, отлично. Хорошие продукты от бренда Мирола. Особенно. Сейчас вот вам покажу, что я тут купил-то. И. Опа. Вот так. Особенно, девчонки, для тех, кто, как и я, страдает от выпадения девчонки волос. Также я вам напомню про промокоды, которые будут ждать вас в описании. Обязательно воспользуйтесь ими. И совершайте только выгодные и приятные покупки с быстрой доставкой от Купера. Так это сделала я. Собственно говоря, сейчас пойду все распределять по своим местам. Ну что, я собралась, собственно, башку намыла. Все, теперь нормально. Если учесть, что я... Сколько суток я не спала? Ну, сутки точно я не спала. Целые сутки. И, как бы, я считаю, более-менее... Я еще бодричком выгляжу. Ладно. Пойдемте сходим, куда нам нужно. Только мы знаем, куда нам нужно. Точнее, только я знаю. И потом уже буду вам все показывать и рассказывать, что буду готовить себе и поесть. Итак, девчонки, стакашечка воды. Кстати, вот этот вот закон, да, что не продают алкоголь. 2 числа, сегодня же как день знаний считается. Это не мешает нашей молодежи сидеть во дворе фигачить пиво. Ну, я все-таки просто подростки. Я вижу, что они с пивом сидят. Наверное, вчера закупились. Или кто-то им купил, не знаю. Ну, это ладно. Все это лирика. Не про это вообще хотела сказать. Сходила я в магазин, купила по минимуму. Овощи мне не понравились. Я их овощи завтра хочу купить. Вообще, у меня, знаете, что мама моя сказала? Она первым делом. Мне позвонила, сказала, Ален, нам нужно перец замораживать. Я такая, да? Она говорит, ты мне заморозишься. Я говорю, ты заморозишься. Там перец один в один. Тогда, когда? На жигулевку. Я говорю, на жигулевку тогда получается через пару дней. Я сейчас все поразгребаю, все свои дела. И тогда уже, да. Раньше поедем. Вот из-за того, что я не спала, да, вот это вот некоторое время, то у меня вот, я не понимаю, какой сейчас день недели. Я не понимаю, сколько сейчас времени. Еще, знаете, у нас в море так тучи. Не понимаю, сколько сейчас времени. Сейчас, оказывается, только 12. Я уже поле воробья загоняла. Я не понимаю вообще, какой сегодня год. Вообще был прикол. Я гуляла вообще по улице. Это было, ну, мы до утра гуляли. Где-то часа 4, наверное, утра. Подходят к нам две женщины. Подходят к нам. И спрашивают. Младые люди, какой это город? И я такая. А-а-а. Сама забыла, какой. Представляете? Ну, то есть, я говорю, блин, она вообще спросила, какой это год. Я думаю, только в фильмах бывает. Оказывается, там их просто водитель мне там высадил. Не в том городе. Такое тоже бывает. Сейчас будем делать картошку по-деревенски. С селёдочкой. Селёдку, кстати, селёдку, кстати, кстати. Вот она. Она чуть подразморозилась. Горбуша походная. Она с вилочкой идёт. Я вон две штучки разморозила. Тут у меня, как видите, всего трифига. Только я не могу понять, какого хрена я оставила сметану, которая уже просрочилась. Откуда я её оставила, чтобы что-то испечь. Скорее всего. Так, сейчас, секунду. В общем-то. В общем-то. А как мне показать? Я тоже на баллон. Я взяла сок. Добрый манго. Очень вкусный сок. Я его раз попробовала, он мне прям понравился. Дальше. Дальше. Не знаю, обращайте внимания. Мы просто волосы распушились. Чуть-чуть я их до конца не уложила. Нормально я просто быстро всё делала. Дальше я взяла магнитовское молоко. 2,5%. На кофе мне не надо особо там. Вот я взяла вот это. Молоко тоже в магните. Типа, мол, специальное для кофе. Такое же. Точно такое же. И выпендриваться не надо, понимаете? Дальше. Дальше взяла бекон свой любимый. Вот это самый вкусный бекон. Я какой только бекон не пробовала, вот этот самый крутой. Во-первых, он очень мягкий, не резиновый, в меру солёный. И это действительно тот бекон, который тает во рту и не стоит там, как крыло от самолёта. Хотя смотрела, сейчас бекон там 200-300 рублей, это 99 по акции в магните. Очень вкусный, хороший бекон. Его в сыром виде очень-очень-очень вкусно. 20 раз скалала на дно луком. Такую маленькую картошечку взяла. Моя сейчас основная цель – её хорошо так промыть и порезать на 4 части. Да, застыть эрогрин, это сейчас всё будет идёт. Лук взяла красный, одну луковичку буду мариновать. Спасибо. Мариновать я имею в виду, ой, лучок. Ну, знаете, уксус, сахар, там соль. Всё. Ой, не показала. Желе взяла магнитовское. Раз. Желе взяла. Два. И пудинги-чудо. Чуть прикалывает меня, как-то я подсела. Дня 4 назад кофе с пудингом. Прикуску, не знаю, прям. Хотя я не люблю кофе ни с чем прикусывать и закусывать. Так, и воздушный сыр свежий. Очень вкусный сыр. Стоит дешевле, чем Хохланд. По граммовке большая баночка Хохланд 140 грамм. Здесь 150 грамм, по-моему. 150, по-моему. Да. 140 грамм баночка большая Хохланд 109 рублей по акции. Это у нас 99 на 10 грамм больше. 150 грамм. Значит, хоть где-то математика пригодилась. Так что своим детям скажите, что когда будут прогуливать уроки, будут знать, что потом они будут не экономить на покупках. Да шучу я. Просто, знаете, самое интересное, когда мне было лет 16, наверное, я думала, что там, мама, это подешевле нашла по акции, по акции, там и так далее, и тому подобное. Меня даже под Йо говорят, что я одна питается по акциям. Но если действительно дешевле, копейка рубль бережет, и если есть где-то дешевле, на порядок дешевле, то нахрена платить больше? Нахрена это делать? Я вот это не понимаю. Зачем? Если результат будет один и тот же. Тем более, я не думаю, что кто-то разверли, что прямо раскидываться деньгами. У меня был знакомый один, он был очень жадный. Девочки, вы не представляете. Таких жадных людей я за свою жизнь не встречала вообще ни разу. Действительно жадный. И что вы думаете? Он, ну что, лук тоже, я два мочу его. Ну я его не в картошку, а в ряду. Он купил, он за своей жадостью, даже нет, он не жадный больше был. Он был таким, я просто с ним не общаюсь уже долгое время, продуман. То есть он знал, где-то момент он халявщик. Я такую категорию людей не люблю. Я сама широкой души человеку, и ничего не жалко, там еще что-то. Хочешь наугощу, хочешь бери, хочешь беги, блин. Вот. Но и вот таких людей, которые халявы не люблю. То есть для меня эти люди, ну, наглецы, по-другому никак не скажешь. А он им не в стой категории был. Собственно, поэтому мы не общаемся. И я помню, он прям вот халявщик. И там где-то что-то выпива, выпивоны какие-то, праздники. Он как халява кому-то падает на хвост. Хвост. И так же вот у него было со всей истории, со всей его жизнью. Но, тем не менее, так же он по акциям ходил, но он прям вот жестко экономил. Я не экономлю, я просто вижу, что если магнит все дешевле, и если этот бекон вкусный за 99 рублей, который всегда по акции по 99 рублей, то я в тот раз взяла по эксперименту, думаю, может, как-то отличается. Да нифига, еще хрень полная за 300 рублей резиновая. Это и мягкие, и приятные, все его можно куда угодно, хоть в яичницу, хоть с сыром виде. Хоть нам на брускетту выкладывай, что хочешь делать. Ну вот, то же самое с сыром. Я знаю, где дешевле. Я знаю, что вот там-то в пятерочке чуть подороже вот эта вот эта позиция. Ну и так далее. Это уже, как говорится, когда ты сам везде ходишь, сам везде смотришь, сам распределяешь, что это тогда уже к тебе придет. Если ты, конечно, там, я не знаю, тебе 13 лет ты живешь с родителями, конечно, тебе это не надо. И к чему я его мила, продруга? В итоге, в итоге он купил несколько квартир, несколько машин у него было. И он продолжает жить, наверное, так же экономит. Ну то есть, чем богаче, тем жаднее. Вот к этой категории. Ну это я просто вам рассказывала, что есть такие люди, которые, ну прям вот еще хлеще экономят. Когда говорят, что я живу по акции, я не живу по акции, я просто смотрю, где дешевле. Это зачем? Как говорю, еще раз говорю, повторяю, что один и тот же продукт, он может в разных местах стоить дешевле. А там 10, там 20 рублей, там 40, и уже 100 рублей, понимаете? А 100 рублей, как ни крути, это хлеб. И, ну, самое наипростяцкое, там, наше вот, например, волжаночка молоко в пакете мягко. Как-то так. Все, картошечку сейчас на мой, буду показывать дальше, что будем вместе с вами делать. На самом деле, я безумно вам благодарна, что вы искали меня. Я не думала никогда, что... Я когда уезжала, думаю, да мне, наверное, не вспомнят, типа, ну, нафига я нужна? Как-то, ну, не знаю. Оказывается, искали, оказывается, мне начали писать в группу ВКонтакте, я вам оставлю на нее ссылку. Там есть в группе, в самой, личные сообщения. Можно написать лично со мной, выйти на связь, пообщаться со мной, тет-а-тет. Я всем, по крайней мере, всем ответила, кто писал. Вот так. Сейчас, не знаю, может быть, еще написали, но сейчас еще отвечу. Буду кофе пить. И я не думала, что там мне пишут, начнут писать, Алена, куда ты пропала? Ален, Ален, ты где? Все нормально, все хорошо с тобой? Я такая думаю, знаете, как на душе тепло, думаю, у меня ищут, значит, я не какая-то там говно-человек и так далее. В общем, как-то так. Было приятно, правда. Так что, огромное спасибо. И я теперь с таким, знаете, когда вот тебе дарят такой заряд позитива, что тебя искали, что ты, что в тебе нуждаются, что без тебя людям скучно и так далее, когда это тебе энергию дарят, что ты такой, хап, в ложек, давайте, в ложек быстренько. Вот, хотя в планах у меня сегодня блог снимать не было, если честно. А вот видите, как хоп-хоп-хоп показываю вам, рассказываю, что происходит, собственно. Может быть, вы тоже посмотрите мое видео, захотите попробовать картошечку по-деревенски с вот такой вот, ну, или селедкой, или что у кого есть, солененькая рыбка. А потом с утра проснулся, мау-зэ-ду, но нам все равно, мы это едим 12 часов, и мы не должны проснуться отекшими, наверное. Но это не точно. Смотрите, девчонки, значит, что мы делаем с картошкой? Мы ее моем, прям хорошо промываем от грязи и разрезаем на 4 части. Должны получиться вот такие ломтики. Далее, что мы делаем, соответственно, она чутка влажная, но очень нормально. Дальше мы берем масло. Оно может быть сливочным, ой, не сливочным, растительным или вот таким оливковым. Чуть-чуть его добавляем. А, пиптик ушел, пиптик ушел. Так, чуть добавили. Теперь специи, смотрите. Из специи я возьму вот такую универсальную приправу. Вот. Дальше я возьму чесночок и паприку. Мне, если такая ложечка, я ее покупала в фикс прайсе. Очень удобно. Я не помню, сколько тут граммовка. То ли 5 грамм, то ли сколько. Возьмем вот столько у нас будет чесночка. Очень удобно ей орудовать. Особенно вот в такие вот большие баночки. Их в навалки заказываешь большие, а вот как бы куда, как лазить туда непонятно. Чуть-чуть паприки. А то она уж сильно красненькая будет. Так. И этой приправки. Сейчас открою одну руку, а не открою. Открыла. Ловкость рук и никакого мошенничества. Так, чуть-чуть буквально. Все. Теперь берем нашу ручку золотую. И вот так вот массажиром. Делаем массаж нашей картошечки. Тщательный массажик делаем. И пока она будет стоять, мы подготовим аэрогриль. Вниз аэрогриля я застелю в этот раз пергаментом. И слегка, буквально пол чайной ложечки, налью туда масла. Вот. Я просто задолбалась мыть чашу от аэрогриля. Поэтому решила застевать ее теперь пергаментом. Вот. Все. Оставляем. Сейчас занимаемся чашей. Девчонки, какая прелесть. Вот такая картошечка. Ставим на режим картофель фри. Вот. Через 20 минут наша картошечка будет готова. И у меня уже лук замаринован есть. Все. Останется только рыбу достать. И мой обед-ужин готов. Какую красоту ясеного яла. Запеченная картошечка по-деревенски. И красная рыбка с лучком. Хлебушек черный аютинский с семенами всякими разными. И манговый сок. Всем приятного аппетита. Огромное спасибо, что были со мной. Я вам обещаю, что влоги будут теперь часто. И обязательно подписывайтесь, если еще не подписались. И смотрите в описании. Там вся актуальная информация. Всех люблю. Всех целую. Всем пока-пока. До следующих видео.